Всем привет! Давайте сегодня потестируем, как велосипед Minako Monster поднимается на уклон 12%. Данный велосипед я приобрел в интернет-магазине Геробай, ссылка на него будет в описании. Проверенный надежный магазин. Как вы видите, велосипед я немножко модернизировал. Корзину, расположенную спереди, поставил назад. Стало как летает, как это должно быть. Можно положить туда воду. Сейчас у меня лежит там цепь велосипедная. Также данная модель Minako Monster более обновленный. Контроллер из вот этого основания убрали под багажник. В настоящий момент батарея имеет индикацию от 50 до 75%. Каждая шкала это по 25%. Вообще после полной зарядки я уже проехал 3-4 часа. То есть можно сказать, что батарея наполовину посаженная. Потянувши, как вы видите, индикация у аккумулятора 60 вольт 20 ампер. Сам контроллер, расположенный под багажником, имеет 25 ампер плюс-минус 2 ампера. То есть вполне мощный такой контроллер. Само колесо имеет индикацию. С другой стороны давайте посмотрим. Minako 60 вольт 240 ватт. Все, полетели тестировать. Продолжение следует... Итого, как вы видели, Minak Monster вправился с 12% уклоном. Не зря велосипед называется Monster. Там реально двигатель очень мощный. Следует отметить, что и я. На букле на велосипеде пытался подняться на этот уклон. Не получилось. То есть пробовал на Джетсон Багира, такой же электровелосипед, фэтбайк. Он не смог подняться на этот уклон. Просто останавливался. Данный велосипед Monster легко преодолел данные препятствия. Я пробовал на первую, на вторую, на третью скорости. Все одинаково. То есть скорости не влияют на мощность двигателя. Это просто ограничение по максимальной скорости. То есть что на первую, что на третью скорости. В горку велосипед Minako Monster поднимается без проблем с одинаковой скоростью. Напоминаю, купил он в Геробаль интернет-магазине. Ссылка в описании. До свидания.